На Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин. Всем здравствуйте. Ох, вот сейчас бы там это... Как это было? Борща да с потрошками. Или там щец да с потрошками, говорю там. Это было так, что Бусе своих желаний. Да, свои желания. Вот мы часто, может быть, знаем или не знаем. Чего мы хотим на самом деле. Как достичь того, чтобы... Как реализовать вот эти все свои желания. Вот об этом мы поговорим сегодня со специалистом. С человеком, который пришел к нам специально рано утром, встал в студию. Диана Кудряшова, тренер личностного роста, расскажет о марафоне желаний по-латвийски. Здравствуйте. Здравствуйте. Невозможно было обойти вниманием ваше объявление, которое я увидел на просторах латвийской части интернета, о марафоне желаний. Ну, естественно, это случилось сразу после знаменитейшего интервью Собчак и Блиновской. В том числе о марафонах желаний. После, естественно, документального фильма расследования о всех этих марафонах желаний Собчак. Поэтому давайте-ка разбираться, действительно ли это разводка или это какие-то работающие вещи, это набор инструментов, это какие-то побуждения к действию и так далее. Диана, вам слово. Здравствуйте. По поводу развод или нет, это, конечно, сложно говорить за всех, но вообще-то это реально набор инструментов, как правило, коучинговые техники, психологические техники, которые помогают посмотреть внутрь себя и действительно понять, что же ты на самом деле хочешь. Так как многие люди, ну, наверное, не все, точнее, люди задают себе вопрос, а что на самом деле хочу я и как много я хочу, и можно ли вообще хотеть. Слушай, я сразу вспоминаю сталкер-фильм Тарковского, когда они приходят, и у каждого есть свое желание, как бы комната исполняет желание, но она исполняет желание не то, которое ты произнесешь, там, проговоришь, а то, которое сидит внутри, и страшно, вот, а что же ты хочешь на самом-то деле, может быть, ты вот просто даже не понимаешь. Ну, в общем-то, видимо, об этом речь и идет. Хорошо, тогда давайте действительно разберем вот те самые желания, чего на самом деле мы, как правило, хотим. Ну, вот опять же, да, то, что на поверхности, хорошая зарплата, там, какие-то поездки, какие-то машины, вещи и так далее. Любовь там, да. Да, либо есть вещи гораздо сложнее и гораздо нужнее, таких, да, как любовь, отношения, семья, личность, рост. Уважение, может быть, какое-то там... И для чего тебе все это нужно? Как разобраться, что ты на самом деле хочешь? Где та точка, которая, ну, в общем, ее можно назвать финальной, мол, это все наносное, а вот это истинное желание? Ну, финальная точка – это твое самочувствие. Как ты себя чувствуешь и комфортно ли тебе это? И соответствует ли это твоим ценностям? И тут мы уже приходим к такой не совсем поверхностной теме, как наши потребности, базовые потребности – быть счастливыми, быть понятыми. Ну, базовые потребности – это все-таки пирамида масла, в самом ее основании совсем другое, не быть понятым, это уже про развитие. Ну, окей. Базовое – это тепло и сытно. Ну, если мы говорим про психологические потребности, та же самая пирамида масла, смотрите, чувство безопасности – это второй уровень, чувство безопасности, что под ним есть. Человек не может себя чувствовать в безопасности, конечно же, если он там не поел, не попил и так далее, но если он не счастлив, например, в отношениях, если он живет в среде, в которой ему не нравится. И вот эти материальные желания – дом, квартира, машина, одежда, ну, все вот эти хотелки, они-то на самом деле что нам показывают? Что мы хотим получить какое-то удовольствие от жизни через какие-то инструменты. И, конечно, проще загадать, я хочу машину такую-такую, я хочу там дом такой-такой, одежду какую-то, но под этим-то что стоит? Слушайте, вот у вас, я себя чувствую полным этим профаном, пирамиды масла, тут чего-то намазывать на хлеб. А если вот простой человек приходит, вот хочет поучаствовать в вашем марафоне, он хочет, ну, вот какие-то у него свои там шубу, и вот там, не знаю, повышение по службе, например, вот это работает в таком вот примитивном варианте? Работает, человек начинает хотеть, он начинает хотеть больше, как правило, тяжело написать 10 желаний, иногда тяжело написать даже 3, и мы потом в итоге, в течение марафона, я говорю именно про свой, я не могу отвечать за другие, но мы в итоге приходим к тому, что, по сути-то, этот список, он больше похож на план, а не на желание, и потом мы начинаем мечтать, а что же я хочу позволить себе большего, позволить себе, там, например, какую-то вещь, там, шубу не на тысячу-две тысячи, а на пять тысяч, и мечтать больше, потому что чисто математически, чем больше ты хочешь, тем больше ты получишь. Вот ты напишешь 100 желаний, какая вероятность, что из них исполнится там, ну, обычно это процентов 30-40-50, да, это 50 желаний, если ты напишешь, загадаешь 10, это плюс-минус 5 желаний, 5 и 50, с этого всего начинается. Сразу вопрос, а для чего нужен вообще марафон, ну, то есть, вот, хорошо, хочу шубу, вот, поставил себе цель, добиваюсь, вот зачем нужен такой сложный какой-то вот процесс участия в этом марафоне желаний? Что он дает? Самому с собой наедине довольно сложно разобраться, и действительно вот эта работа со специалистом, в наше время это психотерапия, психолог и коуч, коучинг все-таки смотрит немножко из исходящих ресурсов в будущее, да, и поэтому задает соответственные вопросы, такие коучинговые вопросы, которые помогают человеку подумать о том, о чем он не думал, и сам наедине с собой, он просто, ну, не будет об этом думать, только потому что мозг, он довольно умный и хитрый, он не хочет страдать, ему не нравится чувствовать боль психологическую, эмоциональную, физическую тоже боль, и он избегает некомфортных ситуаций, некомфортных вопросов и разговоров, поэтому это процесс. — У нас звонок из прямого эфира сорвался. — Сорвался? Нет. — Нет, уже есть, надеваем наушники, принимаем. — 67212-9390. — Да, доброе утро. — Алло, доброе утро. — Здравствуйте. — Слушаю, включил... Я бы хотел сказать вашей коллеге, все же, ну, как бы, вводится, она очень, ну, очень в другую сторону заблуждения слушателей. — Например? — Вся эта система построена, я вам рассказываю коротко, вся эта система построена на взаимодействии сознания и подсознания. И все вот эти масленники и так далее, это все, то есть, это очень просто все работает. Это просто, ну, как бы, надо, при помощи медитации, ну, есть технологии, свои желания из сознания отправлять в подсознание, а из подсознания она пойдет в единое сознание, и будет исполнение всех тех желаний, которые говорила коллега. Квантовая механика, открывайте, потихонечку начинайте работать. Удачи вам. — Спасибо. Судя по тому, что Диана откивает, вот, значит, очевидно, сказал какие-то умные вещи. — Какое-то в этом слышалось такое научное сектанство. — Так, Диана, прокомментируйте. — Сознание в подсознание и включаем квантовую механику. Вы поняли, что сейчас прозвучало? Разъясните. — Плюс-минус, конечно, я поняла, о чем вообще там речь. И сразу в голову пришла очень классная книга про силу подсознания и вообще как это работает. И объясняется в этой книге с научной точки зрения. Это Джо Диспенза. Книгу точно не помню, но его книги вот плюс-минус об этом. И медитации, конечно, это классная вещь, чтобы услышать себя, научиться быть в моменте, здесь и сейчас. Не тревожиться. — Заодно сразу объясните, пожалуйста, что такое в моменте, в ресурсе и что-то там третье ещё было. — Здесь и сейчас. — Ну, момент здесь и сейчас. — Нет, когда здесь и сейчас, я понимаю, что в моменте и в ресурсе, я не понимаю. — В моменте, ну, в ресурсе у каждого своё, но в моменте это когда ты осознаёшь, что ты сейчас думаешь, чувствуешь, физически, эмоционально, ты фиксируешь какие-то свои физические ощущения. Это чисто научная точка зрения, это просто осознанность. Она состоит там из пяти аспектов. Это не наблюдать, не оценивать, точнее, это безоценочность ситуация такая, то бишь мы не придаём ситуации свою субъективную оценку, мы просто принимаем, какая вот она есть, мы чувствуем свои ощущения физические, эмоциональные, мы наблюдаем. Это в медитации тоже хорошо работает, мы наблюдаем. Ой, что ещё там было, я сейчас точно не вспомню, это будет, наверное, долго. Я ещё из латышского перевожу. Ну да, но это вот такие. — Ну, немного вас сбили, да. Пять характеристик осознанности должны были прозвучать, но не все ничего страшного. Что интересует? Я обратил внимание, вы по образованию психолог, вы продолжаете образовываться как психолог, вы работаете в качестве тренера личностного роста, а к своим клиенткам на Фейсбуке вы обращаетесь, милые богини. Почему богини? Почему не подруги? Почему не друзья? Почему не, не знаю, уважаемые клиенты и так далее? Откуда вот этот религиозный какой-то псевдорелигиозный аспект? У меня в основном латышская аудитория, и я их называю по-разному. Милые принцессы, милые девочки, милые богини. Опять же, девочки прямо окей. Да. Это понятно. Любого возраста девочки, хорошо. Почему принцесса, почему богини? Я думаю, что не каждый день девочек так называют. Мужья, дети, родители. Но не психолог же. Ну, я их учитель на данный момент, и у нас вот так выстраиваются с ними отношения. Конечно, я клиента один на один так не называю, но это динамика группы. И она действительно очень… вот как она сложится, это действительно зависит от того, как я поведу, и как девочки на это отреагируют. Поэтому один раз богиня, другой раз принцесса, а в третий раз это девочка. А вот скажите, все-таки мужчины присутствуют вот в качестве ваших этих клиентов, богинь, и почему вот, ну, то есть вот ощущение такое, что больше женщины хотят, а мужчины что, они сами могут добиться, то есть как бы им это не нужно? В группе онлайн мужчин меньше, чем женщин. Мужчин больше на вот такие один на один при встрече, да. И мужчины, как правило, все-таки, если они пришли, они пришли решать задачу какую-то уже конкретную. И насколько… ну, не хотелось бы как мужчины тут, не хотелось бы… Вот не хотелось бы обидеть, я думаю, что это точно не произойдет, но все-таки мужчина, он привык справляться сам со своими проблемами. Не то, что он обесценивает психологию, эти знания. Очень многие мужчины идут к тем же самым коучам, психологам. Просто чтобы они пришли, нужно случиться чему-то, ну, действительно такому значимому, что вот я не справляюсь. А признать себе, я не справляюсь. Ну, знаете, даже мне, как женщине, сложно себе сказать, блин, я не справилась. Да. То есть мужчинам не дает самолюбие, вот, может быть, обратиться к этому. Ну, если вы это так называете, то можно так сказать. Я бы сказала просто мужская такая черта. Я хочу сам справиться, я могу сам справиться, и мне сложно признать, что вот я с чем-то не справляюсь. Ну, признаваться в таком, ну, условно, да, в кавычках, постыдном, легче, конечно же, в таком случае хотя бы один на один со специалистом. Что, в принципе, происходит во время, ну, мы уцепились за один из аспектов вашей деятельности, ну, просто действительно сейчас на слуху все эти марафоны желаний. В чем их суть, что происходит? Это какой-то воодушевляющий пинок, вы даете набор инструментов. Как работает вообще вот то, что вы научаете правильно мечтать, потом это материализируется? Я даю техники, я делюсь техниками, коучинговыми. Конечно, там медитации, и это все настроено на… Конечно, это пинок и раскачка энергии. То бишь человек, он застоялся в какой-то момент, потерялся, может быть, или просто не задавался вопросом, а что я хочу, или не позволял себе хотеть. Ну, в детстве как там говорили, губу закатай, что ты хочешь. Много хочешь, мало получишь, ну и так далее. То есть такие убеждения, они как слой наслаиваются на нашу психику, и вот приходит момент в жизни, когда это просто нужно разгребать. И разгребать это можно вот на таких вот тренингах, либо лично на терапию психологу, у каждого там свой специалист. Сколько процентов добивается желаемого? Ну, сразу вот хочется о результатах поговорить, вот этих тренингов. Что происходит в результате? И следите ли вы за какой-то статистикой? Конечно. То есть обращаются ли к вам, говорят, что вот да, у меня все получилось, или наоборот, кто-то говорит, ай, ну вот просто зря время потратил, там ничего не удалось. 99% положительные отзывы. И, конечно, я могу отвечать за то, что я говорю и то, что даю, но я не могу отвечать за то, как человек это делает. Если он не делает, если он просто слушает, он не выполняет техники, то окей, у него может быть осознание, но осознание, один инсайт он может перевернуть целую жизнь. Это я могу вам сказать по своему личному опыту. И если у человека хоть один инсайт… Расскажите про личный опыт, кстати. Ну как, про личный опыт. Один вопрос мне тоже в коучинговом таком тренинге задали мой учитель. Диана, что ты в своей жизни делаешь то, чего ты не хочешь делать? Я на этот вопрос отвечала 2-3 дня. Я не могла понять, что мне так сложно. И я ответила, и вот я ответила на него так. Я нахожусь в отношениях, в которых я несчастлива. И я развелась с мужем. Жизнь прекрасна, замечательна. Но на этот вопрос мне нужно было ответить, потому что это моё счастье, это счастье другого человека, это всё-таки какая-то ответственность. И один вопрос поменял абсолютно всё. Жизнь двух человек, людей. Ну, в этом смысле появляется другой вопрос. Что важнее, тот инструментарий, который даёте вы, то, что дали когда-то вам, или всё-таки воля человека? Без которой он всё равно не сможет этот инструментарий... В том-то и дело, конечно. Это желание, это действие. Хоть на 50%, хоть чуть-чуть, хоть поверхностно, но сделай. И раньше было тоже правило, как и во многих марафонах, что если человек не делает и не даёт тебе отчёт, то он просто исключается из группы без возврата денег. И это очень классно дисциплинировало. Я по такой же системе обучалась, потому что ты хоть что-то, но сделаешь. И плохо невыполненное задание – это лучше, чем хорошо продуманное, но вообще не сделанное. У меня сразу вопрос. Желания, которые запрещены, например, законом, или вступают в какие-то диссонансы, не знаю, там, приворот человека, который... Ну вот хочу, чтобы вот меня полюбил вот такой-то там парень, который абсолютно не хочет со мной иметь дело, или там выйти замуж за олигарха, там, или какие-нибудь... Ну вот не знаю, такие вот вещи. Так вот уже прозвучало. Мечта хорошая, зачем она тебе нужна? Чего ты хочешь этим добиться? Понимаешь? А у нас есть звонок. Примем, да, Иванович? Есть ещё время? Да, ещё есть чуть-чуть. Неумолимо... Заканчивается. Да-да-да. Доброе утро. Доброе утро. Вот у нас раньше, когда Советский Союз разваливался, были очень хорошие тренера. Алан Чумак, Кашпировский. Может, вам тоже надо на телевизор попросить, чтобы вы тоже по телевизору у нас тренировались. Спасибо за реплику. Ну вот начали срать уже. Но мы что-то всё-таки не воду заряжаем, а говорим о психологии, реально работающих практиках и техниках. Научно доказанных. Притом. Главное, что происходит на этих самых марафонах, ну мы разбираем ваши, это реально самореализация, или вы просто учите смелости мечтать? Ну там, я мечтаю о миллионе, а на самом деле надо мечтать о десяти миллионах. Ну это всё останется в рамках мечты. Или всё-таки самое главное посыл – это оторвать пятую точку и пойти что-то сделать, чтобы заработать миллион, или десять, или сто, или миллиард. Это самореализация. И я могу сказать не только про свои тренинги, про многие. Вообще тренинги личностного роста. Ключевое слово – личностный рост. Это когда ты добиваешься чего-то большего. Вот ты хочешь поменять работу, зарабатывать больше, чтобы семья была счастливей. Ты к чему-то идёшь. Если твоя конечная точка Б – десять миллионов, но ты на пути, если придёшь к миллиону, это будет лучше, чем ты загадаешь миллион, а придёшь там к ста тысячам. В чём смысл жизни, спрашивает слушатель? Сразу так вот как бы у нас осталась минута на то, чтобы буквально рассказать, ответить на вопрос. Вопрос в кого, между прочим? Чувствовать себя счастливым в своей жизни, здесь и сейчас, и делать то, что ты искренне хочешь. Мне кажется, это смысл жизни. Если это, конечно, не нарушает уголовный кодекс. Экологичное желание. Ну и не вступает в противоречие с желаниями других людей, наверное, так. Ну это законы желания, которые… Есть несколько их ядов. Ну-ка, быстро. У нас буквально несколько секунд. Основные законы желаний. Экологичность. То есть не навреди другому своими желаниями. Не навреди другому, желай только про себя, то бишь о себе, а не о других, потому что мы не в силах поменять других людей. Всё вокруг себя и фокус на себя. Где фокус, там и энергия. Здоровый эгоизм. Смотрите, где фокус, там и энергия. И никаких фокусов. Сплошная энергия. Диана Кудряшова, тренер личностного роста, автор марафонов желаний, так сказать, мы это назвали «Марафон желаний по-латвийски». Была с нами сегодня этим ранним, но уже не морозным утром. Диана, огромное спасибо. И вам больше желаний и реализации ваших экологичных мечтаний желаем. Спасибо. Спасибо. И вам. Субтитры создавал DimaTorzok